Здравствуйте, к нам обращается Алла Дубровский. Алла Дубровский пишет. Здравствуйте, Сергей Дмитриевич. Моя дочь родилась 29 января 2015 года. Время ее рождения 8 часов 29 минут. Место рождения город Бершева, государство Израиль. Вопрос. Что по здоровью? Были проблемы с кровью и головой. Переживаю за ее стеллиум, ну, правильнее говорить, Алла Стеллариум в 12 доме. Куда направить? Нравятся танцы и рисование. Ну, давайте начнем с вопросов здоровья, потому что вы обозначили проблемы с кровью и головой. Это может носить серьезный характер, поскольку Марс, который отвечает и за кровь, и за голову, расположен в 12 доме в соединении с Хероном над Асцендентом. О чем это может говорить? Это может говорить о том, что проблемы с кровью могут носить какой-то характер или врожденный, или какой-то дефект, фермента не хватает определенного. Ну, то есть, очень серьезный дефект, связанный с иммунной системой. Поэтому вам нужно проводить серьезную диагностику, потому что, скорее всего, у вашей дочери имеет место быть, вот об этом весь этот 12 дом и говорит, некое именно генетическое заболевание, то есть то, что она получила дефекты генов, это надо обследовать. Нужен точный диагноз. По поводу головы могу сказать, что девочка ваша имеет хорошую скорость луны, поэтому я думаю, что и Меркурий в норме, ее интеллектуальная сфера вполне достойная. И как раз вот со стороны головы, я думаю, что проблем не будет, а вот эта история с кровью нуждается в проверке. Танцы и рисование. Да, ребенок талантливый, Венера в соединении с Нептуном, в знаке своей экзальтации. Когда она танцует, рисует, то она раскрывается полностью. Однако, как профессия, танцы и рисование рассматривать невозможно. При пустом пятом доме, я думаю, что здесь хорошо подумать в будущем, ну если ей, конечно, понравится, о медицине или еще лучше ветеринарии. Вот как раз таки все это скопление, плюс Юпитер, управитель Зенита, плюс Солнце здесь будет задействовано. Она могла бы стать великолепным специалистом по животным, ветеринарным врачом. Ну или врачом человеческим. Это с одной стороны. С другой стороны, возможно, в будущем ее увлекут компьютеры, а конкретно процесс программирования. Может быть, она станет программистом. То есть ветеринар, врач или программист. Таковы оптимальные профессии для вашей дочери в будущем. Уважаемая Алла, и еще раз призываю вас задавать врачам конкретный вопрос о, как мне видится, ферментативной недостаточности. То есть нет ли недостаточности какого-то фермента. И если есть, то что делать, чтобы жизнь девочки от этого не страдала. Так что желаю ей и вам здоровья. К нам обращается Марина с никнеймом Мар Бел. У меня, пишет Марина со старшим сыном, скоро подходят дни рождения, хотелось бы сделать соляр. Мы живем в Филадельфии, штат Пенсильвания, США. Марина, конечно, мы построим соляр, но я хотел обратить ваше внимание, что вы оплатили минимальную сумму консультации. Да, она как раз допускается, но просьба строить два соляра за минимальную оплату, это, конечно, уже немножко перебор. Итак, Марина родилась 11 ноября, она суперскорпион, 1979 года, в 1737 место рождения Марины, проживающей в Филадельфии, город Тбилиси. Ну, разумеется, это Грузия. Ну и строим соляр на Филадельфию. Посмотрим, что у нас получится. Филадельфия только одна у нас, другой быть не может. Соляр включается 10 ноября 2021 года. Соляр, красивый, шикарный, я бы сказал, асцендент вашего филадельфийского соляра попадает в 10 дом натальной карты, и буквально в 3 градусах от асцендента находится роскошный Юпитер. Да, о таком соляре только мечтать можно, хотя он не безоблачный, ложка дегтя в нем есть, там 5 планет при максимально допустимом количестве, 3, находятся в плохих домах соляра. Это Меркурий, Марс, Плутон, Луна, Сатурн. Особенно Луна и Сатурну в соединении в 12 доме, но я думаю, что это коснется не вас непосредственно, а здоровья вашей мамы, скорее всего. Ну или какой-то другой пожилой родственницы, и ситуация, возможно, будет связана с больницей, но я повторюсь, вас лично, в смысле физически, этот напряг не касается, ну а в остальном это уже, конечно, как вы захотите, помогать или нет, но необходимости менять соляр я не вижу, потому что солнце находится в 9 доме, что приветствуется. И могу только дать вам данные этого соляра. Итак, соляр Марины Марбел из Филадельфии включается 10 ноября этого года. Время включения соляра 13 часов и 2 минуты, ну говоря на вашем языке, 1.02 п.м. Филадельфия, учитывая солнце в 9 доме, у нас классические места в этом случае для включения соляра, это или храм, или музей, или библиотека. Я думаю, что, вернее, не думаю, а знаю, поскольку я бывал неоднократно в Филадельфии, очень ценю это место, оно такое космически масштабное в истории человечества. Ну, в общем, отправляйтесь, даже могу вам посоветовать, куда. Да, наибольшее место силы урана в Филадельфии, это, конечно, резиденция Бенджамина Франклина. Там и музей, вот если вы включите соляр там, это будет самое лучшее место. Уважаемая Марина, поэтому в 13 часов и 2 минуты вам рекомендуется оказаться в резиденции основателя страны, где вы сейчас обитаете, одного из основателей, Бенджамина Франклина. Марина дает данные рождения ее сына Грэга. Грэг родился 10 ноября. Смотрите, у вас буквально на один день отличается день рождения, это интересно. Это должно дать вам очень сильную связь с сыном. 0 часов 50 минут ночи Грэг родился уже в Филадельфии, ну и, соответственно, там же и будет встречать очередной день рождения. Да, хорошие отношения с мамой, можно только позавидовать, вам Марина повезло с сыном, безусловно, так что вы счастливая мать. Соляр Грэга на Филадельфию включается 10 ноября, то есть у вас у обоих он включается 10 ноября, но у Грэга, понятно, он не родился в Филадельфии, а у вас почему на один раньше, потому что где Грузия, где Филадельфия. Поэтому, Марина, у вас с сыном соляр включается в один и тот же день, но время разное. У вас в 1 час 2 минуты п.м., у вашего сына в 3 часа 50 минут а.м. Включается соляр, асцендент соляра попадает во второй дом, соединяется с натальной Венерой, солнце во втором, роскошный соляр, ничего менять не надо. У Грэга соляр ночной, то есть как бы он встретит его во сне, проснется 10 ноября, и уже вы будете его поздравлять. И отправитесь вместе с сыном в музей Бенджамина Франклина, чтобы включить в этот же день уже, соответственно, ваш соляр. Желаю вам, сыном, прекрасного дня рождения, ну и дальнейшего участия в стримах на нашем канале, уважаемая Марина.